Два балаклавских пенсионера начинали свою служебную карьеру в органах МВД. Один из них, в звании полковника МЧС, к лету 2012 года руководил главным учреждением культуры района. Другой, экспортполковник, работал в отделе инкассации в проминвестбанке. И им было суждено встретиться в субботу 9 июня нынешнего года в 6 часов утра на западном берегу Балаклавской бухты. Сергей уже на протяжении нескольких лет, ежедневно в течение всего года, утром вместе с супругой купается на Славдатском пляже. Старается не пропускать ни одного дня. Вставали пораньше, чтобы до работы успеть окунуться. В это утро его везла на пляж Жена на своей микровитражке ярко-красного цвета. Вылитая пожарная машина супруга, только очень маленькая. Анатолий также вставал очень рано. И по свидетельству балаклавских таксистов, в эту ночь он вообще не ложился. Его инкассаторскую машину видели в 2 часа ночи в Кадыковке, в 3 часа ночи на площади 1 мая, в 4 часа у избушки рыбака. Инкассател субботней ночью, не шалея живота своего. К утру устал, глаза слепались. К 6 часам служба позвала с западного берега бухты перебраться на Южный. Еще три члена экипажа мирно дремали в салоне инкассаторского фиата. Приближаясь к плавучему мосту входа в подземный канал укрытия подводных лодок, водитель проглядел запрещающий знак, требующий пропустить встречный транспорт. И буквально на въезде на мост фиат бьет лоб в лоб микролитражку. Следов торможения нет. Тяжелый инкассаторский автобус толкает ку-ку на 22,5 метра. Это из протокола. За мгновение до столкновения Сергей видит несущийся на них автобус и пытается закрыть рукой жену. Рука сломана. Сотрещение мозга. Краткая потеря сознания. Реанимация. Капельница. Через полчаса в 9 больницу привезли и Любу. Перелом двух ребер. На нижнюю часть лица вращи наложили 10 швов. Многочисленные свидетели. Рыбаки-балаклавцы, стоявшие с удочками на зорьке. Контакта машин не видели. Но слышали пронзительный скрип тормозов микролитражки и удар встречных машин. Рыбаки были поражены к состояниям водителя Фиата, вышедшим на дорогу. Мягко говоря, он был сильно уставшим. Ну я стоял туда, смотрел в море. А потом слышу удар, поворачиваясь. А он ее сунет, вот туда, вот это самое. Но дело в том, что вы же видите в таком состоянии. Тут все понятно. Если только знаки поменять, да, тогда может что-то еще не выигрывает. А так, должен был пропустить. Но на такой скорости, это же нужно было столько проволокти его. И как это не заметить красное и желтое, на любом расстоянии, днем. Это просто в мозгах уже нет никакого соображения. Он в таком состоянии, как водитель. Сам Сергей считает, что им с супругой все же повезло. Приди сюда Фиата на полкорпус Оливея, и водителю микролитражки шансов выжить не оставалось. Сергей жалеет, что подготовленный им концерт на ракушке Приморского бульвара к одному городу прошел без него. Гитару он еще не скоро в руки возьмет. Состояние Барда и его супруги врачи оценивают как средние тяжести. А всем друзьям Сергей шлет привет и просит не беспокоиться. Надеется вернуться к активной жизни.